МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Увидел последний момент, как ребенок переходил по пешеходному переходу, вырос видеть с велосипедом, отлетело, как керри. Я на испуге был. Я просто не знал, что делать. Сбил и в кусты. В Барнауле нашли водителя, который насмерть сбил ребенка. Води по себе. Води по себе. На пол. Телефон где у вас? В Алтайском крае задержали мужчину, который отравил воду для мобилизованных. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. В Изумрудном стало горько. Кому пришла идея сыграть первую свадьбу в народном парке? Что ж, начнем. Водителю, который насмерть сбил 7-летнюю девочку в борзовой заимке, предъявлено обвинение. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Напомним, накануне 40-летний водитель в борзовой заимке выехал на встречку и сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу и вела велосипед. Ребенок от травм скончался на месте. Мужчина скрылся, был объявлен план перехвата и к вечеру его задержали. Отлетела, как келью. На каком автомобиле следовал? Тойота Корона с белым капотом. Автомобиль врезался в металлоприемку, больше ничего не помню, больше убежал. Побежал в каком направлении? Ну, в сторону дома. Дальше куда последовал? Дальше последовал в город. С какой целью? С целью скрыться. Где скрывался? Скрывался? Ну, вот у товарища. Ну, я на испуге был. В суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу. Назначен ряд экспертиз, в том числе и на установление факта опьянения. Известно, что в августе его привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Между тем, жители Борзовой заимки просят защитить их детей. Они говорят, что это уже четвертый случай ДТП и первый со смертельным исходом. Местные написали коллективное письмо в МВД, в котором говорится о необходимости появления перед школой светофора и лежачих полицейских. Сотрудники ФСБ по Алтайскому краю задержали мужчину, отравившего воду для мобилизованных. Сейчас подозреваемый под стражей. Его обвиняют по статьям «Госизмена и покушение на теракт». Максимальный срок по ним – 20 лет. На этих кадрах оперативники ФСБ задерживают гражданина Барнаула 81-го года рождения, предъявляют обвинение и просят телефон, с которого мужчина с помощью социальных сетей вышел на граждан Украины. Во время диалога с жителями Украины Барнаулец выражал радикальный настрой по отношению к российским войскам и был готов поддержать ВСУ. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины задействованным СБУ для вербовки российских граждан в целях организации диверсионно-террористических актов на территории России. Экспертиза подтвердила, что последствия от этого вещества могли быть серьезными – от пищевого отравления до летального исхода. По предварительным данным, мужчина не изготавливал вещество, а просто приобрел его и хранил на объекте, где готовилось покушение. И к другим темам. Возле моста на новом рынке начали восстанавливать трамвайные пути. Протяженность рельсов составит полкилометра. Напомним, пути демонтировали в связи с масштабным ремонтом путепровода у торгового центра «Пионер». Когда барнаульцы увидят новинку, узнавали наши журналисты. На днях специалисты гор электротранса приступили к укладке новых трамвайных путей. Рабочая бригада уже уложила несколько метров рельсошпальной решетки. Подготовительные работы начались еще три месяца назад. Это завоз материалов, это соединение, сочленение шпалы и рельс непосредственно предприятий, для того, чтобы сделать эти захватки и уже непосредственно объекте, более быстрые сроки сжатые, их смонтировать. Порядка месяца необходимо им для того, чтобы завершить все этапы. Где-то к концу октября здесь уже будут выполнены именно в рельсошпальной части все работы. Параллельно обустройству трамвайных путей строители работают с основанием моста. На самом длинном пролете рабочие укладывают плиты проезжей части. Смонтировано 39 из 90. В сутки удается смонтировать 5-6 плит. Завершить работу планируют в конце сентября, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии. На пролете 1-2-2-3 заканчиваем установку опалубки. То есть у нас пролет 1-2 полностью опалубка изготовлена, пролет 2-3 половина примерно в опалубке готова, половину мы заканчиваем. Следом идет отдельная бригада с армопоясом. Тоже самая задача стоит до конца сентября завершить работы. И уже у нас на конец сентября мы планируем начать работу по омоноличиванию швов плит и по заливке монолитного пояса именно пролета 1-2-2-3. Во второй половине октября начнется обустройство подходов к путепроводу со стороны торгового центра «Пионер». В связи с этим строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение для пассажиров общественного транспорта, планируется организовать автобусный маршрут, который будет также с учетом бесприсадочного тарифа обеспечивать подвоз населения центральной части города к путепроводу. Работы по реконструкции моста на проспекте Ленина находятся на финальной стадии. Открыть сообщение планируют уже в ноябре этого года. Валентина Аскерова, День с толком. Хорошо ли кормят школьников и детсадовцев Барнаула в краевой столице? Продолжают проверять организацию питания в учреждениях образования. На этот раз общественники, депутаты и специалисты Роспотребнадзора побывали в кадетском корпусе и в детском саду номер 166. Завтрак, обед и полдник. Кадеты обеспечены питанием полного цикла. В городе это единственная школа, где учащиеся питаются трижды за день. Все приготовленное поварами мальчишки и девчонки уплетают с удовольствием. Естественно, качество блюд очень хорошее. Все готовится здесь, продукты заводятся и все готовится здесь. У нас нет, чтобы у нас какие-то блюда завозили. По словам школьных специалистов, меню используют продукцию только местных производителей. В ежедневный рацион кадетов обязательно входят фрукты и овощи. Всего здесь кормят больше тысячи человек, из которых более 500 учатся в начальной школе. Кстати, у кадетов есть своя специфика, даже в организации питания, отметили проверяющие. Сегодня было очень приятно видеть, что эта дисциплина, порядок, она не только в рядах воспитанников, но этот порядок царит и на кухне, в рядах поваров, когда бригада поварская, по военному четко знает свою расстановку. Это царит и в складских помещениях. А это комиссия, которая регулярно проверяет продукты в 166 детском саду. Закупают их здесь еженедельно, а молоко и хлеб – каждый день. В комиссии состоят и родители детсадовцев. Смотрю в первую очередь на срок годности, естественно. Также проверяю условия хранения, допустим, какой температурный режим для каждого продукта. Потом смотрю товарное соседство, ну, например, яйца отдельно, масло отдельно. Могу сказать, что лично моему ребенку нравится питание. Здесь много овощей, и это огромный плюс, потому что сейчас, как бы, дети любят фастфуд, и это все вредно, ну, в садике, естественно, питание у нас полезное. Разнообразные блюда мы стараемся включать, неповторяющиеся супы. Супы в обязательном порядке мы даем на мясе. Второе у нас всегда высококалорийное, с большой концентрацией мяса, рыбы, сыр, масло, даем фрукты ежедневно. Прежде чем еда попадает на столы детишек, представители комиссии пробуют все готовые блюда и делают записи в специальный журнал. Проверки учреждения образования продолжатся, ну, а если у барнаульцев есть предложение по улучшению работы детсадов, они могут обращаться по телефонам горячей линии, которые сейчас на ваших экранах. Татьяна Голубева, день с толком. В парке Изумрудной сегодня состоялась первая выездная регистрация брака. Ксения и Сергей Эбель, видимо, стали первооткрывателями новой барнаульской свадебной традиции. Кому в голову пришла эта идея и как прошло торжество, расскажем далее. Искренние взгляды и взор в светлое будущее. Сегодня в парке Изумрудной соединились сердца и души двух влюбленных людей. Ты просто светишься и светилась изнутри. Я вижу в тебе этот огонь и хочу через всю нашу с тобой жизнь делать так, чтобы никогда не угасал. В этом сезоне Изумрудный видел концерты Шатунова, массовый забег, гастрофестивали, репетиции моделей. А вот свадьбы еще здесь не было. Это наш любимый парк, поэтому у нас даже не возникало сомнений в выборе места для проведения церемоний и фотографий. Поэтому это лучшее, наверное, что у нас сейчас есть в городе. И даже не хотелось куда-то ехать, а хотелось именно здесь. Тем более мы живем прямо рядом с парком. Эта идея пришла в голову мне, потому что я часто в нем гуляю. Я подумала, если у меня будет свадьба, она обязательно должна быть здесь. Церемонию провели в кругу самых близких людей. С торжеством ребят поздравил директор парка Изумрудный Владислав Вакаев. Подумайте, может быть, потом в парке посадите какое-то дерево ваше семейное, которое будет расти потом и вместе с вашей семьей развиваться. Потом вы будете своим детям, внукам говорить, что вот это дерево мы посадили. Поэтому я поздравляю и желаю вам долгих лет счастья, много детей, благополучной семье. Кстати, эта беседка на острове три года назад выглядела совсем по-другому. Сегодня 8 октября 2020 года. У нас постапокалиптические условия. Мы находимся в парке Изумрудный, город Барнаул. Мы хотим, чтобы этот парк изменился на счет три. Раз, два, три. Учитывая, что мы изначально эту беседку проектировали как беседку для торжеств, для того, чтобы здесь можно было проводить какие-то такие интересные мероприятия, у нас вот тут все было для этого запроектировано. Мы с удовольствием отликнулись на это предложение. Мы специально об этом не говорили. То есть мы ждали, когда кто-то до этого сам дойдет и сам придумает. Вот девушка по имени Ксения первая догадалась. И в итоге здесь провела такое интересное для себя событие. А Ксения и Сергей Эбель запомнят это событие на всю жизнь. Ведь именно они стали первооткрывателями новой барнаульской свадебной традиции. Проводить выездные церемонии бракосочетания в парке Изумрудный. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Вдохнули жизнь в произведения алтайских авторов. В Барнауле продолжается проект «Живая детская книга Алтая». Это уникальная видеоистория, где известные артисты края озвучивают детские произведения, тем самым повышая интерес школьников к чтению. Подробнее об уникальном проекте расскажет Валентина Аскерова. Пропажа! Пропажа! Пищала моль на весь мир. Пропал тапок! Левый тапок пропал! Похищение из шкафа, юка, колобок, форменное безобразие, чудомище. Книги детских писателей сегодня можно не только прочитать, но и увидеть. Алтайские актеры озвучивают интересные отрывки из произведений, а их голос сопровождает сочная тематическая картинка. Старички же, вернувшись на кухню и не обнаружив колобка на подоконнике, сначала, естественно, опешили. Потом с подозрением прищурились друг на друга, после чего синхронно побожились и вздохнули с облегчением. Сила видеоряда и актерской игры. И детская рука невольно потянется к полкам с книгами. Живая детская книга Алтая нацелена на популяризацию региональной литературы среди школьников. А еще знакомство со своей малой родиной через книги. Проект реализован благодаря проекту президентского фонда культурных инициатив. Прежде всего он заинтересует учеников первых, седьмых классов и их родителей. А педагоги и библиотекари могут использовать материал для организации внеурочной деятельности с детьми. Я думаю, что дети с удовольствием посмотрят, потому что прекрасные ролики создали, сами произведения замечательные. Учат добру, учат фантазировать, ярко реагировать на наш мир, радоваться, улыбаться и жить полной жизнью. Если радость станет легкой, то, похоже, будет радость на большой воздушный шаг. Писательница Евгения Гармс встречается с маленькими читателями, учениками третьего класса. Рассказывает о своей книге «Похищение шкафа» и показывает детям, как визуализировали ее произведения. Школьники вдохновляются и словом, и картинкой. Появилось желание прочитать эту книгу? Да, большое желание. А чем зацепило? Ну, что там так прикольно все рассказывается, о том, что вещи разговаривают, двигаются, это очень круто. У меня, как у писателя, есть мечта, чтобы книжка в библиотеке была такая потрепанная, зачитанная, чуть ли не до дыр. А вот проект нашего телеканала «Живая книга Алтая» не способствует популяризации алтайских авторов? Да, безусловно. Безусловно, это очень классный проект. Я уже под впечатлением, как профессионально, как здорово получилось. И я бы сказала, современно. Проект стартовал в апреле 2023 года. Уже вышло 4 выпуска. К маю следующего года проект выйдет на финишную прямую. К этому времени появится 10 роликов. Покажут их в эфире телеканала «Толк» и «Бийского телевидения», а также на одноименных сайтах. Но главное, ролики точно увидят больше 2000 ребят из Алтайского края в библиотеках своих городов и сел. Вместе с педагогами они смогут обсудить их сюжет и при желании прочитать понравившуюся книгу. Не пропустите. Детский мир в этой истории увлечет даже взрослого. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. В ноябре Барнаул станет точкой притяжения сильнейших дзюдоистов страны. На Алтайской земле состоится первенство России под дзюдо. Там юноши и девушки до 18 лет будут выяснять отношения на татами и доказывать свой профессионализм. Что уже известно о предстоящем турнире, расскажем далее. С 9 по 12 ноября в Барнаул примет первенство России под дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Такого масштаба краевая столица не видела несколько десятков лет. Ожидается приезд всех регионов России. От Владивостока до Владикавказа. Это полтысячи сильнейших дзюдоистов России. Конкуренцию алтайским ребятам будут давать лучшие спортсмены. Везде ребята работают, не отдыхают и готовятся к этому основному старту. Но я бы выделил это Кавказ, это Юг и Урал, наверное. Наш сибирский федеральный округ тоже не слабые ребята, такие как Иркутская область, Красноярцы, Новосибирцы тоже. Планово алтайская сборная начала готовиться к первенству России еще два года назад. За это время команда посетила несколько международных сборов в Монголии и в Казахстане. А также успели съездить и на Кавказ, город Грозный. Одним словом, настрой запредельный. Ожидание турнирского штаба – полная самоотдача на турнире. Сильно большой турнир. Сильно турнир будет, я надеюсь, своими пацанами медали будут получать. Россия большая страна, там конкуренция большая. А чтобы полностью окунуться в такое крупное спортивное мероприятие, мы всем желающим предлагаем приобрести топовый мерч. С 15 сентября стартовала продажа брендированного мерча, бомберы, футболки, термокружки и многое другое вы можете приобрести в торговом центре Европа. Купив что-нибудь из этого, вы автоматически становитесь участником розыгрыша крутых призов. Главное – сохраните чек. Следите за подробностями в наших следующих выпусках новостей. И, кстати, билеты на пенельство России под жидо можно приобрести на kassy.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!